Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад по теме транслокации ЛКРОС-1. Ред в опухолях лёгкого. Как вы все знаете, рак лёгкого является наиболее распространённым и опасным за качественным заболеванием. Ежегодно в мире детектируют не менее 2 миллионов случаев. На нашу страну приходится порядка 60 тысяч. Рак лёгкого делят на 2 основных типа. Немоклеточный рак лёгкого и милкоклеточный рак лёгкого, имеющий ограниченное количество вариантов курирования заболевания. Несмотря на это, даже для милкоклеточного рака лёгкого, более половины больных являются неоперабельными на момент диагностики. В таких случаях приходится прибегать к другим методам лечения. За последние несколько десятилетий был достигнут большой прогресс в курировании больных с распространённым раком лёгкого. Немаловажную роль сыграло в данном процессе развитие таргетной терапии и разработка эффективных таргетных препаратов, показывающие свою эффективность при наличии сенсибилизирующих мутаций. Наиболее клиническими значимыми мутациями являются точные мутации гена IGFR, транслокация ЛК, РОС-1 и мутации БРАФ. Одним из современных направлений улучшения результатов лечения таких больных является разработка и улучшение методов выявления данных нарушений. Этим в том числе и занимается наша лаборатория. Если говорить про детекцию точных мутаций IGFR и БРАФ, это, ввиду их консервативности, не является сложной задачей. В то время как транслокация ЛК является весьма сложным объектом для исследований. Перестройки образуются в результате двух процессов. Либо парацентрическая инверсия внутри хромосомы, что более характерно для транслокации ЛК и РЕД, или же обменом участков между соседними хромосомами, что более характерно для РОС-1. Сложность детекции перестройок объясняется тем, что возможных компаньонов существует большое множество. И эти компаньоны, вступающие в перестройку, имеют большое число точек разрыва, преимущественно расположенные в энтронах. И обе эти причины приводят к тому, что в опухолях лёгкого может существовать большое разнообразие возможных химерных транскриптов, которые детектировать классическую ПЦР-реакцию – весьма сложная задача. Существующие методы детекции перестройок можно разделить на два основных типа – патоморфологические методы и молекулярно-генетические. К патоморфологическим методам относятся флюоресцентная гибридизация ин-ситу, иммуногистохимия. К молекулярно-генетическим – обратная транскрипционная ПЦР и секвенирование нового поколения. Ни один из существующих методов не является оптимальным по сочетанию всех параметров. Долгое время золотым стандартным детекцией перестройок считалась флюоресцентная гибридизация ин-ситу. Однако, ввиду ее высокой стоимости и высоких требований к качеству материала, по всему миру в большей степени распространился иммуногистохимический метод детекции перестройок. Однако, патоморфологические методы не позволяют идентифицировать вариант перестройки, что возможно сделать с помощью молекулярно-генетических. Также, патоморфологические методы внесут большую субъективность, чем молекулярно-генетические. Несмотря на то, что в мире молекулярно-генетические методы используются ограниченно, преимущество Юго-Восточной Азии, в Японии и Южной Корее, внедрение их в клиническую практику не представляет серьезные проблемы. Почему, по нашему мнению, важно идентифицировать вариант перестройки? Потому что поведение химерного белка зависит от тех компонентов, входящих в его состав. Так, например, хорошо это можно реализировать на примере гена РОС-1. Так, в зависимости от того, какой компонент включен в химерный белок, данный белок может локализоваться как в клеточной мембране, так в цитозоле, так и в комплексе ГОЛДЖИ. Нахождение белка в разных клеточных компартментах может потенциально изменять его функцию, поскольку он может сфорилировать другой субстрат, так и изменять его доступность к терапевтическому агенту. На данный момент существует целый ряд публикаций, в основном коллективом авторов Юго-Восточной Азии, показывающий различные результаты лечения при зависимости от различных вариантов транслокации ЛК. Наши исследования показывают, что различия в ответе на ЛК-ингибиторы нельзя объяснить только вариантами перестройки. К сожалению, таких больших работ для гена РОС-1 не существует. Вероятно, это связано с тем, что, как я говорил ранее, молекулярно-генетические методы применяются в ограниченном числе лабораторий и мест. В связи со всем этим, в связи со всем вышеперечисленным, очевидно, существующие проблемы молекулярной диагностики перестроек. Это низкая встречаемость транслокации, большое число вариантов, ни один из существующих диагностических методов не является оптимальным. В связи с этим, наша лаборатория разработала и адаптировала ПЦР-методику, лишенная части этих недостатков, комбинирующая в себе несколько подходов. И разрешите представить вашему вниманию результаты нашего исследования. Используемый нами метод основан на обратно-тераскрипционной ПЦР и основан на комбинации двух подходов. Первый подход, скрининговый, это оценка несбалансированной экспрессии 5 и 3-штрих-концевых фрагментов перестраиваемого гена. В генах рецепторных теразин-киназ преимущественно на 3-штрих-конце находится киназный эффекторный домен. И в ходе перестройки он попадает под контроль промоутера гена-компаньона, что приводит к изменению его экспрессии. Что мы можем видеть на первом рисунке. Если же транслокация отсутствует, то обе части гена, 5 и 3-штрих-фрагменты, находятся под контролем исходного промоутера гена. И, как мы видим, уровень их экспрессии не отличается. Второй подход позволял нам идентифицировать перестройки путем постановки ПЦР на отдельные варианты химерных транскриптов. Для исследований мы отобрали тысячу образцов рака легкого, представленного аденокарциномой. Среди исследуемых образцов преобладали мужчины. Их было в 2 раза больше, чем женщин. И пожилые пациенты от 50 лет. По статусу курения все три группы были примерно равны. Курящие, не курящие и пациенты с неизвестным статусом курения. Дизайн этапа исследования включали в себя тестирование данных образцов на предмет присутствия перестроек обоими методами, методом оценки несбалансированной экспрессии и вариант специфический ПЦР. Потом результаты обоих тестов сопоставлялись, что позволяло идентифицировать известные варианты перестройки и определить пороговое значение уровня несбалансированной экспрессии. Дискордантные образцы, те, что демонстрировали несбалансированную экспрессию и отсутствие известных вариантов, при возможности подвергались секвенированию нового поколения с целью выявления возможных новых перестроек. Результаты. На данном слайде представлено распределение исследуемых образцов по уровню их несбалансированной экспрессии. В красном помечены образцы, в которых идентифицированы перестройки ЛК. Как мы видим, позитивные образцы кластеризируются в правой части диаграммы, при уровне несбалансированной экспрессии выше трех циклов. На данном слайде представлена аналогичная диаграмма для гена РОС-1. Как мы видим, в случае РОС-1 кластеризации образцов, позитивных образцов отсутствует. Что, вероятно, связано с тем, что в клетках опухоли легкого эндогенный уровень РОС-1 весьма высок. Что не позволяет использовать метод оценки несбалансированной экспрессии для исследования гена РОС-1 в опухолях легкого. Наш опыт, опыт нашей лаборатории, говорит, что если исследовать другие типы опухолей данным тестом, мы можем выявить присутствие транслокации. Так, при миофибролистических воспалительных опухолях мы хорошо видим несбалансированную экспрессию при присутствии РОС-1 транслокации. На данном слайде представлена аналогичная диаграмма для гена РЕД. Как мы видим, гена РЕД лучше всего, в позитивных случаях РЕД лучше всего кластеризируется по уровню несбалансированной экспрессии. Что говорит о том, что метод несбалансированной экспрессии в случае тестирования РЕД весьма эффективен. Из дискандартных образцов были выбраны образцы наиболее подозрительные на присутствии транслокации. Отбор осуществлялся по уровню их несбалансированной экспрессии, по качеству сохранности РНК и по клиническим параметрам, таким как молодой возраст пациентов, женский пол и негативный статус курения. В среде из 15 протестированных методом НЖС образцов в 6 выявлены перестройки, ранее неописанные в научной литературе. Помимо этого, в ходе тестирования на варианты мы обнаружили случаи, демонстрирующие более поздний цикл амплификации фрагмента, которые были подвергнуты секвенирую по Сенгеру и в которых также были идентифицированы редкие, ранее неописанные варианты перестройки АЛК. Таким образом, суммировав результаты НЖС-тестирования и результаты обратноэкспрессионной ПЦР, мы выявили в нашей выборке 61 АЛК-позитивных случаев, что составило 6%. Среди спектра транслокации преобладал первый и третий вариант АЛК. На ранее неописанные варианты приходилось 10% всех выявленных перестройок. Нами была подтверждена клиническая достоверная ассоциация с молодым возрастом пациентов. С женским полом. Так, несмотря на то, что женщин было в два раза меньше, чем мужчин, перестройок у них выявлялось практически в 4 раза чаще. АЛК-перестройки выявлялись практически в 4 раза чаще. Ассоциации с курением, также транслокация АЛК ассоциирована с отрицательным статусом курения. Поскольку, как я ранее сказал, для гена РОС-1 невозможно использовать метод несбалансированной экспрессии без комбинации с вариантом специфической ПЦР для детекции, мы смогли оценить встречаемость перестройок только для тех образцов, которые были протипированы на варианты транслокации РОС-1. Встречаемость РОС-1 транслокации составила 2,5%. Среди спектра перестройок преобладал вариант CD74-XZONE6, РОС-1 и XZONE34. Подтвердилась известная ассоциация переройки РОС-1 с молодым возрастом пациента и с женским полом. К сожалению, ассоциация с курением не подтвердилась, статистически не подтвердилась, что, вероятно, может быть связана с тем, что до трети образцов у нас был неизвестен для них статус курения. Транслокации гена РОС-1. Мы обнаружили 11 случаев, что составило 1,1%. Среди спектра перестройок преобладало КИФ-5Б, XZONE15, RET-XZONE12, которое встретилось в 10 случаях. Ассоциация с курением и возрастом в нашем случае не подтвердилась. Подтвердилась ассоциация с женским полом пациентов. Таким образом, мы можем констатировать, что комбинация метода оценки несбалансированной экспрессии и типирования транслокации на варианты позволяет эффективно выявлять перестройки в опухолях легкого. При комбинации данных методов с секвенированного поколения возможно выявление новых ранее неописанных вариантов транслокации. И данный метод является удобным в комбинации с тестированием других предиктивных маркеров в опухоли легкого, поскольку молекулярно-генетический метод позволяет выполнить все исследования из одной пробирки. Спасибо за внимание.